Анастасия Шамонова уже мастер спорта международного класса по боксу. Девушка трехкратная победительница первенства мира, четырехкратная победительница первенства Европы, пятикратная победительница первенства России и лучший боксер прошлого года среди юниоров. И вот лучший результат этого года. Первое место на первенстве мира по боксу среди юниорок, которое проходило в Будапеште. В целом сборную страны представляли 8 россиянок. В четвертьфинальном поединке Анастасия обошла по очкам представительницу Турции. В полуфинале встретила с англичанкой и уверенно вышла в финал. Там победила соперницу из Франции. И эта победа стала пропуском на юношеские Олимпийские игры в Аргентине. Остался месяц. Подготовка уже началась, уже идет потихоньку. Начинаем готовиться. Конечно, надеемся на лучшее, будем стараться. Чувствуется ответственность, так как представляешь не просто себя, свой город, а представляешь свою страну. Это очень приятно, когда тебя замечают, когда ты знаешь, что ты не зря стараешься, не зря выступаешь, а тебя ценят, любят. Это, конечно, очень приятно и даже в какой-то степени вполне мотивирует. Анастасия – воспитанница третьей спортшколы, поддерживает спортсменку и тренера Федерация бокса Сочи. Ну а расходы, которые грядут в связи с поездкой на Олимпиаду, на себя готова взять мэрия курорта. Словно ветер не бросает. Она тут раз говорит, нет, я стану победителем. Молодчина. Поэтому мы, конечно, очень гордимся. Спасибо за победы. И с другой стороны, всегда называют тот город, где он берет старт, где он готовится. То, что будет теперь Олимпиада юниорская в Аргентине, и стопроцентный уже проход обеспечен, мы уже начали готовиться. Естественно, что мы всячески окажем помощь. Мне уже Сергей Вячеслав сказал, что нужно будет оказать материальную помощь. Мы будем ее оказывать. Об этом думать не надо спортсмену, об этом будем думать мы. Обсудили представители Федерации бокса с мэром и перспективы развития этого вида спорта в городе. По поручению главы города уже открыто 34 спортзала в шаговой доступности. В планах открытия залов в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. А в центре города появится еще один спортивный комплекс.